Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. Рад сегодня быть с вами и рад участвовать в той теме, которая у вас есть. Интересно отметить, что когда Писание нам говорит о родителях и детях, всегда эти тексты, они стоят вместе. Когда Бог разговаривал с Моисеем, и Моисей передавал народу израильскому, он сказал, слушай, Израиль. И он сначала обращается к родителям, к папам и мамам. И он говорит, что родители прежде всего должны любить Господа всем сердцем, разумением, крепостью и так далее. И только потом, когда это есть в сердце у человека, у папы и у мамы, тогда он говорит, и передай это детям, и то исповедай это детям. И тогда, когда мы смотрим на эти тексты, мы можем определенно сказать, что по-другому она не сработает. Если папа с мамой не преданы Господу, если их жизнь не посвящена, то, наверное, слова тогда наши, они очень малые имеют вес. Поэтому благостаю вас в этом, Господь, чтобы действительно и вы, и дети ваши, они могли достичь небесной Родины. Я хочу сегодня предложить один текст для того, чтобы мы могли извлечь благословение. Брат вначале читал из псалмов «Слово Господнее», оно весьма чисто. И вот это чистое слово я хочу сегодня прочитать. Мы будем читать 1 послание Иоанна, 2 глава, 15, 16 и 17 стихи. Знаете, в Новом Завете о мире говорится как о царстве, которое ведет войну с Богом. Мир. Мир, и в нем правитель – это дьявол, в нем есть свои стандарты, в нем есть свои ориентиры, в нем есть то, что человеку нравится, к чему он влечет его, этот мир. И знаете, этот мир, это общество, оно ведет войну с Богом. Это два разных царства. И вот эта борьба, эта война, она дает знать нам. Потому что текст, который мы будем читать, здесь сказано, что похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, они захватывают нас, и они владеют нами. И в этом мире вот эти все стандарты, развлечения, политика, искусство и все остальное, оно диктует образ жизни. И если мы не бодрствуем, мы часто способны как-то быть увлечены этим. Мы способны идти, быть может, не совсем, но как-то вместе в ногу с этим миром. Но знаете, Слово Господне говорит, что Иисус Христос искупил нас из этого мира. Иисус Христос совершил великую победу. И находясь в Иисусе Христе, мы имеем защиту, мы имеем охрану, мы имеем ограду. Христиане, они призваны жить, отделившись от этого мира. И я назвал эту тему свою словом «граница» или «границы». Давайте мы прочитаем этот текст, который, я надеюсь, вы открыли уже. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15, 16 и 17 стихи. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, и гордость житейская не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Граница или границы. Знаете, граница, вот определение, которое я выписал, это реальная или воображаемая линия в пространстве или во времени, отделяющая одно тело, процесс или состояние от другого. И я прямо хочу сказать, границы кому-то нравятся, а кто-то границами тяготится. И как есть положительное, так есть и отрицательное. И как-то встречалась книга такая, она называется «Церковь без стен. Преодоление традиционных барьеров». Автор Джим Петерсон. И вот в этой книге, там приводится такой пример, что Швейцария, она до Второй мировой войны лидировала в производстве всех часов. Там было сказано, что 90% мирового рынка приходилось на Швейцарию. Ну, потом чуть-чуть был спад, но примерно с 1979 года, тогда, когда появились кварцевые часы, и что интересно, создал их тоже швейцарец, но как-то пренебрежительно к этому новшеству отнеслись, и вот Швейцария осталась с 10%. Ну и автор, беря во внимание вот такую статистику, он говорит, чтобы мы могли идти в ногу с миром, чтобы мы не отставали, чтобы мы могли на этом уровне быть доступными и донести Евангелие. Но, знаете, проблема в другом. Проблема в другом. Сначала появилась книга, а потом появились церкви. Действительно без стен, без границ и без всего здравого, верного, истинного. И в этом проблема наша. Проблема последнего времени. И более того, Господь Иисус Христос предсказывал, что так будет. Но мы призваны бодрствовать. Церковь без стен, то есть без ограничений, без вероучения, без правил, без видения. Помните, там есть в Библии такой момент, это сын Давида Адония. Он там завел себе колесницы, скороходов и все прочее. И там сказано, отец же его никогда не стеснял его вопросов, для чего ты это делаешь. И вот это нравится. Нравится и взрослым, и молодым. Чтобы нас не стесняли такими вопросами, неудобными. Я хочу обратить внимание на несколько моментов. Первое, граница она разделяет. Границы они разделяют. Когда мы читаем книгу чисел, 34 главу, там Бог дает Моисею повеление, как разделить границы. Вот он вел их из Египта в землю обитованную. И он не сказал, вот сколько завоюете, будет все ваше. Хоть до Эфиопии. Нет, там была обозначена граница. Это было Богом усмотрено. И Моисей там объясняет, где будет южная сторона, где будет северная сторона, где будет западная, где восточная. И это было как раз разделение от того мира, вот этого языческого. Вот это их границы были очерчены. Мы прочитали, не любите мира, не того, что в мире. И здесь сказано, есть то, что от Отца, а есть то, что от мира этого. И теперь смотрите, братья и сестры. Это, я полагаю, мы должны понимать, что имеет очень ясную границу. Или, по крайней мере, мы должны сказать, должно иметь так. Что от мира, а что от Отца. Что от Отца, там не может быть того, что от мира. Понимаете? А то, что от мира, там не может быть противоположного. Так нам говорит Священное Писание. Бог есть. Наш Бог есть. Бог порядка. И у Него там нет этой смеси. У Него нет серых и нейтральных зон. У Него нет того, что вот как иногда бывает, вот полоса одного государства, полоса другого государства. А здесь какая-то нейтральная полоса. Быть может, в несколько сотен метров. Быть может, это в государстве так может быть. Но когда мы читаем Священное Писание, когда мы соприкасаемся с истиной, там этого не может быть. Нету этих серых зон. Тем более, смотрите, когда Бог творил землю, написано, земля была безвидной и пуста, и Бог поспешил навести порядок. И Он делает разделение. Чему? От света. Воду от земли. Он делит это. И смотрите, если бы мы могли представить себе, вы можете такое вообразить, чтобы вот светит лампочка, и в метре от него тьма. Такого не может. Свет, он удаляет тьму. Свет, он рассеивает тьму. Это Бог создал так. Поэтому Бог проложил эту границу. Он отделил свет от тьмы. Он отделил воду. Он положил пределу океану. Он сказал, вот здесь предел твоим надменным волнам. Досели дойдешь и не перейдешь. Бог делает эти границы. Теперь смотрите, касаясь нас. Иисус Христос сказал, если мир вас ненавидит. Это Иоанна 15 глава, 18-19 стихи. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира? Но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Здесь конкретно говорит, и обращение к нам. Вот если мы попадаем в такую сферу, где нам, быть может, неловко, неправильно посмотрели, осудили, а были времена, побили, Он говорит, не смущайтесь, не смущайтесь, потому что соприкасаются вот эти два царства. Если Иисуса Христа ненавидели, если Его гнали, вас будут гнать. Вам не нужно, Иисус Христос бы мог, если бы Он понимал, что нужно как-то, ну, чтобы мир нас понял, чтобы мир нас как-то мог узнать и принять нашу весть, нужно как-то построиться. Нет, Он здесь сказал, чтобы нам не смущаться, нам не нужно подстраиваться. То есть Иисус Христос провел эту границу, провел эту границу между тьмой и светом, между царством Его и царством этого мира. То есть первое, это то, что мы говорим, есть граница, и она всегда разделяет. И мы должны понимать вот это разделение. Второе, граница защищает, или границы, они всегда защищают. Смотрите, здесь написано, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Смотрите, как апостол Иоанн наглядно нам говорит, тот, кто желает исполнять волю Божию, тот находится в прекрасной защите. Здесь написано, пребывает вовек. Вот похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, все то, что от этого мира, оно все проходит, оно не есть от Отца. Это не свойственно нашей возрожденной природе. Оно чуждо. Тот человек, который исполняет волю Божию, который жаждет жить жизнью послушания, жаждет жить жизнью повиновения, написано, пребывает вовек. Это защита. Это жажда и желание верующего человека идти в послушание пред Господом, жить так. И тогда вот это обетование, оно будет для нас лично, для меня и для вас. Экклесиаста в 10 главе, там сказано следующие слова. Кто разрушает ограду, того ужалит змей. Это прообразно сказано. Помните, первое, когда была разрушена ограда, когда Ева посмотрела, прислушиваясь вот к этому змею, который подошел к нему. И она поставила под сомнение то, что Бог сказал. Бог сказал, ясно огородил их, сказал, если вы будете послушны этому, то вы будете пребывать в этом благословении. Но Ева соблазнилася и послушала вот этого врага. Она сама разрушила эту ограду. А ограда заключалась в послушании Божьей истине, послушании Божьему Слову. Авторитет Божьего Слова она унизила, а слова врага поставила выше. Поэтому помоги нам, Господь, чтобы вот это в жизни нашей было так, чтобы мы могли понимать, что то, что Господь говорит, вот это Писание, Слово Божие, какая прекрасная книга нам дана, какое учение благословенное. И если мы действительно понимаем, что это наша ограда. В народе израильском, когда они шли в землю обетованной, когда Господь через Моисея давал многократные наставления, и там было повеление о городах-убежищах, вдруг случится так, что человек нечаянно убьет какого-то человека. Он не злоумышлял, он не хотел этого сделать, но у него получилось. И вот он тогда должен был убежать в один из этих городов-убежищ. И там сказано, до того момента, когда он находится за этой оградой, за городской стеной внутри, он безопасен. Но как только он выйдет из этой ограды, он уязвим. Он даже метр может отойти, и мститель имеет право его поразить. Поэтому Слово Божие, исполнение Слова Божьего, исполнение Его заповеди, это вот эта благословенная ограда, дарованная нам, детям Его, для того, чтобы мы не были ужалены. Поэтому как страшно, когда мы начинаем заигрывать с грехом, как страшно тогда, когда мы начинаем извинять свои неправильные, неверные действия. Поэтому сказано, кто разрушает эту ограду, обязательно ужалит змей. кто не дорожит этой оградой. И Господь в Ветхом Завете, мы читаем, там есть притча о винограднике, Исаия 5 глава, Бог прообразно показывает. Вот я настолько любил народ мой, Израиль, я все сделал. Он показывает, как вот этот виноградник, и он построил эту стену, но он ожидал, что будут хорошие плоды, а там дикие ягоды, и он говорит, разрушу. Я позволю разрушить эту ограду. И так случилось. Потом плач Ереме, там Ереме оплакивал, когда вавилоняне пришли, когда завладели, когда действительно народ израильский был уведен в этот плен вавилонский. Поэтому сохрани нас, Господь, чтобы мы могли понимать и дорожить, что то, что нам дано, это благословение наше, это забота Божия, потому что границы эти, они даны нам во благо, чтобы нас защитить, чтобы нас сохранить. Третье, границы предписывают. Снова читая этот текст, мы смотрите, здесь видим следующее, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. То есть, смотрите, Писание нам предписывает, ясно говорит, не любите мира, не того, что в мире. Не 50 процентов, не 80, не 85, не 97, 100 процентов. Все то, что от мира, оно все противится. Оно все направлено к тому, чтобы нас погубить. Оно все направлено к тому, чтобы мы могли, слившись с этим миром, погибнуть вместе с ним. Поэтому Писание предписывает, послушайте, как сказано, от Отца. Он есть наш Отец. И тогда, когда мы соприкасаемся, живя в этом мире с чем-то, позволительно всегда задать вопрос, если у нас какие-то сомнения, а это от Отца? Это Господь предлагает? Или это мир предлагает? Быть может, он даже в какой-то такой хорошей обверке, религиозной обверке может быть, но это очень страшно. Когда мы не идем в послушание нашему Господу. В Коринфской церкви много было проблем. И один из текстов, 2 Коринфянам, 6 глава, там сказано, «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Говорит, «Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» Это повеление. Здесь мы не вправе ставить вопрос, а может быть, что-то исполнить, а что-то нет. Он конкретно говорит, «Не преклоняйтесь». Какое соучастие? И дальше, когда мы читаем, Он говорит, «Поэтому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями», говорит Господь Вседержитель. Это ясное повеление. И Господь хочет, чтобы мы, живя в любой стране, в любое время, на любом континенте, это Слово Божие. Он говорит, «Невозможно свет с тьмою сблизить, невозможно править на себе законе, чтобы вместе были». Это то, что предупреждает. Одному брату-служителю один человек написал письмо, и он у него спрашивает, это был муж, у него была жена, то есть жена спрашивала, муж предлагает ей компромисс. Он не ходил на собрание, он говорит, «Давай, я буду с тобой ходить на собрание, а ты со мной будешь ходить в театр». И она, будучи обеспокоена, как мне поступить, задает ему вопрос такой. И этот служитель, он привел ей, написав письмо, там сказал, привел такой пример, говорит, что была одна пивунья, канарейка, и взяли ее, посадили клетка с клеткой, с воробьем, чтобы она научила воробья петь, так как она поет. И прошло какое-то время, они заметили, что эта пивунья, она стала чирикать, как воробей. То есть, произошло обратное. Поэтому этот пример, такой маленький, он показывает, тогда, когда мы думаем, тогда, когда мы думаем, что мы повлияем и идем на компромиссы, это опасность. Мы не исполняем повеления. Я помню, у нас один молодой человек, он покаялся, он несколько раз каялся. И однажды было, ну, такое, как мы называем, сильное покаяние. Вроде бы он прозрел. У него было там очень много друзей, неверующих. Я с ним разговаривал, другие братья, они предупреждали, оставь этих друзей. Именно проблема в этом. Но он вот в таком возвышенных чувствах, он говорит, я хочу им засвидетельствовать. Я буду с ними ходить, я буду или я хочу, чтобы они тоже покаялись и пришли к Богу. И буквально прошло несколько недель, его в собрании больше мы не увидели. Священное Писание, оно говорит, не можете, не можете, там читаем этим же Коринфянам, не можете быть участниками в трапезе Господней и Бесовской, пить чашу эту, пить чашу ту. Писание нам конкретно предписывает, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Поэтому, когда Господь ставит вот эти границы, тогда, когда Священное Писание нам говорит об этом, помоги Господь, дорогие, мне и вам понять, что Господь не ошибается, что Господь намного мудрее нас, что Господь предусмотрел наперед, в какое время мы будем жить. И это же слово, которое звучало 2000 лет назад, оно действенно, оно имеет силу для нас, в наше время, в нашей жизни, в Америке, в Австралии, в России и так далее. Поэтому, помоги нам в этом, Господь. смотрите, как Иоанн в первой главе, наше же послание, он в первой главе говорит следующие тексты с пятого стиха. Первая глава с пятого стиха. Вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы. Вот задать вопрос верующему человеку любому. У тебя есть сомнения, что Бог абсолютный свет? Ну, наверное, каждый скажет, конечно, нет. Мы не можем допустить этих сомнений. Бог действительно есть свет. Там нет ничего скверного, греховного, темного, порочного. И вот теперь смотрите, что он дальше говорит. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Дорогие, это прекраснейший текст, прекраснейшее место. Он говорит, по этому тексту можно сравнить свое хождение. «Если я говорю, что я имею общение с Ним, то есть с Богом, Бог есть свет, и я говорю, что я тоже в этом свете пребываю, но жизнь моя, она совсем другое показывает. Жизнь моя, я много запачкан, во многом». Он говорит, мы лжем и не поступаем поистине. А следующее написано, если же ходим во свете, то да, поступаем поистине. Знаете, как это бывает в нашей жизни. Я хорошо как-то вот прочувствовал это. Каждый день, когда на работу ездили, и всегда мы слушали проповеди. Время было достаточно, я съездил с одним братом, мы вместе ездили. И вот бывали такие моменты, ты едешь за рулем, и проповедь слушаешь. И Дух Святой касается, слезы текут. Знаете, это свет Божий. В третьей главе Иоанна, евангелиста, там написано, поступающий по правде идет к свету. А обратное, он убегает от этого света. Знаете, у меня есть два варианта. Я могу этот диск вытащить, поставить музыку, которая мне нравится, и дальше с радостным сердцем ехать. Это первый вариант. Но второй вариант, тогда, когда я про себя молюсь, Господи, помоги мне, я не хочу быть вот таким. Или наоборот, хочу быть, как сейчас слово Твое я услышал. Поступающий по правде идет к этому свету, он льнет, потому что этот свет показывает, а вот здесь у меня еще грязно, или вот здесь непорядок. Поэтому это благословение. Поэтому тогда, когда Священное Писание приписывает, это наше благословение. Поэтому давайте мы проверим сегодня себя, в каком мы состоянии, как мы реагируем на эти предписания. Есть такое стихотворение, там такие слова. На что мы тратим время, деньги, силы, что ценим, и кому служить спешим. очистите сердца и отделитесь, вы не от мира, это же про нас. Знаете, вот какова евангельская доктрина в нашей жизни, как она функционирует. Действительно, это евангельская истина или различные примеси. И это может быть начало моего уклонения. Как часто мы слышим, я так считаю, и я так думаю. Я не знаю, как у вас, но у нас это бич последнего времени. Тогда, когда человек, он читает Священное Писание, рассуждаешь, он говорит, а я так считаю. И точка. Точка. Понимаете, Священное Писание, там нету двух понятий, там нету двух заложенных доктрин. Поэтому помоги нам, Господь, вот взвесить это. не владеет ли мною вот эта похоть этого мира, гордость житейская, как мы прочитали, есть ли граница в том, что я смотрю? Когда смотрю? Сколько смотрю? Где мы бываем? С кем общаемся? И как общаемся? Вот Дух Святой, Он всегда тихим голосом говорит в нас. Дух Святой напоминает нам. Поэтому идем мы к свету или мы удаляемся от света? Как мы чтим День Господень? Вот Священное Писание говорит, что Он должен быть выделен среди других дней. И, увы, как часто Он не является таковым. Поэтому Священное Писание нам говорит сегодня, кто ваши друзья? Какие ценности вас сближают вот с этими друзьями? Это тоже вопрос, на который мы должны сами в себе дать ответ. Как мы себя ведем на работе? Как Божий человек? Знают ли об этом люди? И более того, видят ли они в нас вот этого Божьего человека? Тогда, когда для нас вот эта заповедь цена, тогда нам несложно так вести. Какую мы слушаем музыку? Это тоже вопрос времени нашего. Иногда, знаете, когда мы себя в этом извиняем, молодые, немолодые, не имеет значения. Но потом, после того, как Дух Святой обличая, говорил нам, выключи, это не для тебя, это не то, что назидает, то мы себя можем чувствовать очень скверно. Поэтому помоги нам, Господь, чтобы мы не боялись выделяться среди этого мира. Исполняющий волю Божию, Он пребывает вовек. Поэтому сохрани нас, Господь, чтобы мы не находились вот в этой серой зоне. А увы, это бывает. Смотрите, первое послание Фессалоникийцам, 5 главе написано, «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Поэтому вот эта серость, это, может быть, очень наглядно изобразит то, что Иисус Христос сказал Ладикийской церкви. «Ты не холоден, не горяч. Ты говоришь одно, что ты богат, у тебя все в достатке, но ты не знаешь и нищ, и наг, и слеп, и беден». Понимаете? Вот эта серость, сохрани Господь, чтобы она не была присуща нам. То, что когда Господь предписывает вот эти границы, это наше благо, это наше благословение. И последнее, мы можем эти границы разрушать. Мы сами способны их разрушать. Помните тогда, когда народ израильский уже жил в своей обетованной земле и прошло много времени. Уже и царство было разделено, и северное царство, оно было увидено в Ассирийский плен. А этот царь Ассирийский вместо них привел сюда, в их землю другие народы и поселил их. И там написано, что народы эти чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их, и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их. Смотрите, как Священное Писание уделяет этому внимание. И здесь написано, что они и Господа чтили, они понимали, что они не могут отвернуться от Него, но они и истуканам своим поклонялись. И раз они так поступали, папы, мамы, дедушки, бабушки, то и дети их, и внуки их, они точно так же поступали. И это была их беда. Это была та беда, которая распространилась на все это северное царство израильское. Иисус Иисус сказал конкретно, не можете служить двум господам. И тогда, когда мы пытаемся, к сожалению, пытаемся, хотим идти этим путем, не получается. И зачастую бывает, мы угождаем, там сказано, одного будет ненавидеть, а другого любить. Одному станет усердствовать, а другому неродеть. И в сфере нашего неродения всегда оказывается наш Господь. Мы пренебрегаем Его словом, Его путем, Его заповедью, потому что нам тягостны вот эти границы. Нам тягостно быть вот в этой охране, ограде вот в этой. Господь нам сегодня напоминает. Кто разрушает ограду, того ужалит змей. Поэтому, дорогие братья и сестры, сохрани нас в этом Господь. Знаете, иногда бывает, что, как это было с Иосафатом, царем, тогда, когда он пошел на войну с нечестивым царем Ахава. И тогда, когда они возвращались, там был один пророк, его звали Иуй. И написано, он, когда вышел навстречу этому Иосафату, и говорит следующие слова. Послушайте, он говорит, следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящий Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Как это страшно. Тогда, когда этот благочестивейший царь, о нем такое свидетельство, он ходил путями отца своего Давида. И вот здесь он просто напросто прободрствовал. Сказал Ахав, пойдешь ли со мной? И он быстро согласился, пойду. Но Господу это было неугодно. И тогда, даже когда они вопрошали, там пророки были, много пророков было, они все свидетельствовали, идите, будет успех. А сердце говорило Иосафата. И он спрашивает у Ахава, а есть ли здесь еще тот, через которого мы можем опросить Господа? Есть, говорит, но я его не люблю слушать. Понимаете, вот это уже был голос Иосафату. И позвали, это Михей был. И Михей пришел, и он очень открыто говорит, что он видел и что он слышал, как Господь сказал. И Господь конкретно показал ему, кто пойдет, увлечет Ахава, чтобы он пал. Но пренебрег Иосафат. И в этом была его ошибка, была в этом вина. И Бог смелывался только потому, что это был царь, преданный Господу. Понимаете, помоги нам Господь, чтобы мы могли это сегодня уяснить. Апостол Иаков еще конкретнее говорит. Этот текст в 4 главе написан, 4 стих, он говорит, прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Знаете, как это ответственно для нас родителей, пап и мам. Я помню, беседовал с другом моего сына, и у него были проблемы. И он мне сказал, почему отец мой мне разрешает смотреть или играть или смотреть, не помню, в компьютере час, и очень строго, а сам потом три часа еще сидит. Пример родителей, состояние наше, смотрите, здесь написано, мы не можем и там, и там быть. Если мы дружим с миром, если мы желаем вот этих стандартов, то, что предлагается, это, но мы ясно понимаем, что-то в списании написано, а часто нам Дух Святой очень тихим голосом говорит, не твое это, не твой это путь, не твой это выбор, но мы себя извиняем. Поэтому здесь написано, тот становится врагом Богу. Это ответственно. Поэтому помоги нам в этом, Господь. Я полагаю, сегодня в нашем собрании есть люди разные. Быть может, действительно, кто-то пренебрег этими границами, для кого-то, быть может, они тягостными показались, кто-то тяготился ими. Сегодня есть возможность примириться с Господом, исповедовать Ему неправильные свои действия. Я хочу в заключение прочитать то стихотворение, которое я сишок цитировал. Оно будет созвучно вот этой проповеди, о которой я говорил. Все реже вижу четкие границы, все громче слышу «Не любите мир!» Листаю виртуальные страницы и вижу в жизнях и чуму, и пир. Вот тлеет догорая чья-то совесть, вот самолюбование вопит, потомным взглядом прячет слезы горечь, а вот улыбка в чешуе обид. Здесь похоть прикрывают речью громкой, здесь скромность на лице, а в слове яд. Когда границы сдвинулись настолько, что не поймешь, кто грешен, а кто свят. Смешалось все, молитвы, анекдоты, куда же делся трепет и любовь. надкусываем словно бутерброды, мы хлеб живой и лицемерим вновь. Единство разменяли на разборки, и маникюр дороже десятин. Уже спокойно смотрим на наколки, религиозность растирая в пыль. Нет, это вывод вовсе не поспешный, и я рискую, и я рискну озвучить эту мысль. Вульгарность потеряла статус грешный, свобода потеряла здравый смысл. Что ближе нам, почтение или мода, бунтарство или сокрушенный дух, размытые границы у народа, кому поют и для кого живут, готовы ли сердца для поклонения, а плакать нам позволит макияж. Что стало современной моралью, какими мы стоим у алтаря, какие мысли обвернули шалью, уча других законам бытия, на что мы тратим время, деньги, силы, что ценим и кому служить спешим. Очистите сердца и отделитесь, вы не от мира, это же про нас, в режиме скоростном остановитесь, вложите в уши сущность этих фраз. Я когда прочитал впервые это стихотворение, я понял, что автор он бьет тревогу, он бьет тревогу то, что захлестывает детей Божьих. Я не знаю состояние ваших сердец, но Господь побудил об этом говорить. Наше последнее время, как я уже упомянул, оно сейчас нас не отличает. Америка, Бангладеш, Киргизия, все прочее. вот эти сети, интернеты, социальные сети, они настолько окутали весь мир, поэтому Господь дает нам вот эти предупреждения. Этот автор заканчивает такими словами, бегите от чумы да и от пира, не пачкайте сияющих одежд, ведь так легко, заигрываясь с миром, вдруг оказаться за чертой надежд. Поэтому сохрани нас от этого Господь. Пусть Господь поможет вам, прежде всего родителям, дедушкам, бабушкам, иметь вот эти четкие границы и показать, и направить, и предостеречь, и уберечь другое поколение. Господь да будет прославлен одно выражение одного человека, Вудс, он говорит, от мира мы отделены в той степени, в которой преданы Христу. Пусть преданность Господа будет стопроцентной во всякое время, во всяком месте, и Господь да благословит нас, и да будет имя Его прославлено сейчас в наших молитвах. Аминь. Помолимся.